всем привет с вами одержимые и сегодня я бы с вами хотел поделиться одним своим наблюдением если вы в своей жизни периодически говорите о том что я этим никогда не буду заниматься это для меня очень страшно или неприемлемо вселенная обязательно подстроит вам такое испытание и вы в нем обязательно окажетесь и я сейчас говорю в своем случае про ралли и сегодня мы оказались не просто на каких-то тестах не на каких-то испытательных полигонах где я попробую себя впервые сегодня я на первом этапе чемпионата россии по ралли и еду сразу же в зачет в заднем приводе в классе вместе с эволюшенами но чтобы я хоть чуть-чуть начал понимать что происходит и что мне предстоит в гонке команда организовала для меня тесты на лесной дороге очень похожий на один из спецучастков что нам предстояло ехать в соревновании естественно на боевой шине со стенограммой и штурманом 2 1 старт 30 левый 1 через трамплин 70 левый 3 круто внутрь количество проездов было не ограничено но даже это мне не помогло понять за день как ехать не глазами а на слух во всех автомобильных дисциплинах я привык видеть поворот и знать от глаз как его проезжать тут же 80 процентов поворотов слепые надо ехать либо на удачу а это неминуемый крэш либо слушать стенограмму доверять ей и ехать так как написано хотя в моем случае это тоже на удачу ведь чтобы знать каким темпом ехать условный левый 3 нужно накатать не одну сотню боевых километров в разных условиях в любом случае день прошел эффективно темп подобрался приличный и даже попробовали бруствер на вкус сначала пассажиром боевой шкоде r5 а затем и самостоятельно в руле оказалось мягко и безопасно если до деревьев не доставать теперь немного о нашей раллийной колеснице мой боевой автомобиль это е 46 компакт считается что это самая уродливая бмв всех времен и народов я в целом эту идею поддерживаю но компакт для ралли это самый топ во первых она не цепляется жопой за бруствер а во вторых она самая легкая а это очень важно особенно когда ты выпрыгиваешь и приземляешься и чтобы у тебя подвеску не отрывало кстати о доработках спереди здесь отечественный раллийный амортизатор спектрум сзади новомодный еленс по подвеске чтобы машина приземлялась и у нее все не отрывалось вместо тяг сюда варят просто металлический пруд с нарезанной внутри резьбой усилен кулак спереди и сзади ну и в целом все больше тут по подвеске ничего не сделаешь это не прототип здесь длинный рычаг не поставишь длинный ход никак не инсталируешь поэтому она выглядит почти как стандартная может быть чуть чуть повыше мотор трехлитровый он здесь завода не ставился это сват на целую двести тридцать одну лошадиную силу чеченского чипа здесь нет как и рижского но зато здесь отшита abs и есть возможность ехать в две педали то есть когда ты нажимаешь и газ и тормоз у тебя дроссель не прикрывается он продолжает держаться там где ты его держишь именно педалью газа коробка стандартная сцепление неизвестное но на тестах она ни разу не завоняла значит возможно что гоночная и задняя вся часть от м3 е 46 большой редуктор который держит нагрузку и может ехать достаточно продолжительное время и не перегреваться колеса мы естественно такие не используем это колеса транспортировочные и едем в гонку мы на боевом шипе четыре с половиной миллиметра на узкой елки якогама держит конечно же не как на асфальте но очень уверенный держак и к нему еще предстоит привыкнуть одного дня тестов я не скажу что мне было прям вау достаточно поэтому буду привыкать во время гонки я в целом так часто делаю поэтому расчет на жопомер надеюсь он меня куда-то привезет надеюсь не за границы трасс здесь у нас профессиональный набор ролиста зимнего и естественно самый главный здесь элемент это лопата мы уже поняли что она может пригодиться потому что я иногда езжу за пределы трассы пытаясь найти зацеп и скорость она здесь одна а так как вы знаете что я на всех выездах куда бы ни ездил сам не копаю то эта задача штурмана моя же задача использовать аптечку если вы убрались чуть посильнее ли я очень испугался когда вы убирались хотя на брифинге нам знаете какую жуть рассказывали говорят вы если что кулаком рану из которой хлещет кровь закрывайте и ждите пока приедет скорая помощь когда-нибудь она будет или как бездыханное тело доставать нужно из машины нам показывали а я такой сижу на брифинге вспоминаю наши брифинге рдс где ты сидишь чаек попиваешь сушку жуешь и тебе рассказывают вот если в этот клип не попадешь у тебя минус три балла будет в общем разительное отличие от того к чему мы привыкли далее два знака остановки аварийной потому что если один собьют который ты поставил ты можешь сразу же поставить следующий и здесь у нас еще будет запаска а там еще есть спереди молоточек которым если тебя завалило снегом и ты окно не можешь открыть и она в принципе не открывается ты просто разбиваешь окно как в автобусе и через него уже всеми конечностями выпрыгиваешь каркас безопасности здесь мощный достаточно и я надеюсь что он нас по снегу то уж точно от переворотов спасет но задача у нас все-таки вот это все не использовать потому что если ты рано вылетел с трассы это значит что для тебя гонка уже в целом закончена тебя достанут только после того как проедет уже весь пелетон и за тобой приедут все дальше ты не едешь смысла нет поэтому моя задача ехать аккуратно достаточно быстро показывать адекватное время тому что я воспринимаю глазами и на слух и проехать все спецучастки и доехать до финиша вот наша задача финишировать сегодня и показать адекватную скорость ну здесь то я почти как дома вы посмотрите родимый вертикальный такие в дрифте правда давно уже не используется потому что видите вот так вот делают но по крайней мере я понимаю как его дергать с каким усилием и очень по-домашнему это все выглядит для дрифтера я его дергаю очень много если честно мне уже штурман мой сказал говорит ты давай-ка не ручником а больше вкатыванием потому что все эти твои дрифтерские замашки на скорость влияют очень плохо я это прекрасно понимаю стараюсь не быть дрифтером кстати штурман у меня чемпион россии алексей башмаков он очень много ездил сам в руле понимает как нужно ехать быстро и со штурманского кресла мне все подсказывает и даже местами говорит здесь чуть тормоз а здесь давай-ка полным ходом и газ хотя должен мне читать повороты в общем у меня во время гонки происходит еще и ралли на и обучение общаемся мы с помощью гарнитуры то есть у нас отличная слышимость и естественно здесь есть полная телеметрия которая нас снимает снимает дорогу и потом мы можем вечером взять и все посмотреть и изучить ошибки в общем работа ведется не только в полях но и дома у камина вместе с айпадом и кстати все мировое ралли именно так едет трассу ты всю все равно не запомнишь но на слух и и восприятие визуальное можно закрепить начинается любая раллиная гонка с прописи стенограммы по боевым спец участков и так у нас сегодня туристический но очень важный день сегодня мы прописываем те допы по которым поедем уже в самой гонке и если вчера мы катали просто по тренировочному допу то сейчас это вот прям то что будет завтра и послезавтра катаем мы на обычной машине это раньше мне казалось что ездят на боевых там или около боевых каких-то прописных чудовищах на подвеске на брызговиках на защитах таких машин нам встретилось сегодня две на одной из них ездит великий ужасный успенский мы ездим на q3 rs и комфортно нам повороты хорошо видно главное высоко сидим далеко глядим и как я понял уже по своему опыту неважно пишутся на прописной или на обычной машине в гонке все равно это едется иначе поэтому катаемся вот стенограмму пишу не я сам потому что не умею пока что и вот по готовой уже для меня катаюсь так у меня более-менее получается поэтому погнали 100 трамплин 100 ну еще вот придуриваюсь иногда вот так на этом полу квадро приводе кстати хочу сказать что у q3 rs нифига не настоящая квадро там какая-то отвратительная муфта стоит левый 1.70 да главное мне сейчас направо не повернуть и она в общем переднеприводная как бы этот круто 60 как бы этот не газовал она все равно перед ком вывозит а вот вам кстати на руле ответ на вопрос что же такое цифры в названии поворота это градации его крутости и определяется она на глаз пилота и как он привык а чтобы не ошибаться изолента на руле подскажет 0 это центр и затем по крутости поворота до 6 заехал в поворот заметил насколько руль повернут и так и записал в стенограмму а потом еще раз быстро проехал по написанному и сверил совпадает с реальностью или нет мы сейчас и проверяем то что написали как мне это ложится именно на мои глаза поэтому что-то поправляем трамплин центр 100 хорош там да вот отсюда можно крепко убраться если разгрузиться и улететь левый один круто через трамплин 50 правый 3 но еще большой плюс у всей этой покатушки то что можно посмотреть офигительную карельскую природу вокруг ты просто едешь особенно у меня то пол вообще полу туристический режим я полдня провожу на пассажирском сидении с нулем функции просто таращусь по сторонам и чуть не засыпаю вот поэтому природа просто потрясающе снег невероятно валит очень круто как и во многих проф гонках ну кроме дрифта конечно тут есть разделение по классам самый слабый это r2 где едут в основном калины и старые восьмерки затем идет r3 где собрались уже более мощные переднеприводники типа сивиков и фиест затем м4 тут уже едут классические для ралли эво и субару и самый крутой и быстрый класс абсолют в нем едут заводские skoda fabia r5 а также спорт прототипы которые ребята собирают сами на известных компонентах от субару и эво отличаются такие машины от более слабого класса подвеской а точнее ее длинноходностью и энергоемкостью а вот наша бмв при всей своей логичности попадания к сивиком почему-то по регламенту едет в n4 вместе с turbo полным приводом я конечно понимаю что скилл решает но энерговооруженность никто не отменял тем более задний привод тут чаще едет медленнее даже переднего из-за особенности прохождения поворотов и стабильности очень просится в регламент отдельный класс под задний привод наполнить его не составит никаких проблем особенно зная любовь к бмв в россии и все еще относительную недороговизну судя по автору наше гонка началась со супер стейдж раунда в целом центре города который тоже шел в зачет гонки сюда приехали зрители была трансляция а сам спецучасток был настолько короткий простой что мне естественно захотелось показать кто тут дрифтер и в двух левых поворотах решил дать угла и сделать шоу и убрался как последняя лошара на андерстире да еще и закопался потрясающее начало соревнования спасибо зрителям которые набросились и вытолкали нас из снега на отрезке который проезжается за 50 секунд мы потеряли две минуты дальше предстояло их нагонять на спецучастки 5 4 3 2 1 старт старт первого спецучастка я все еще находясь под впечатлением от своей уборки начинаю очень медленно наращивать темп и много где прокатываю без газа и думаю не о скорости а о том как бы не оказаться в брустере ведь вылетел гонку считай закончил а я сюда прилетел кататься много кататься а вот лёха молодец хладнокровно читал и где мог ускорял меня на трамплин узко входишь правый один круто длинный вправый два через трамплин я же себя чувствовал как в автошколе перед инструктором ведь знаю что умею быстро ехать но почему-то очень страшно и уверенность вся испарилась но первый спецучасток прошел без потерь и в умеренном среднем темпе нужно было ускоряться дальше вот он подброс газ все был финиш с успочином спасибо хорошо кстати так следующий спецучасток выдался очень рулежным и очень колейным тут-то и пригодились все навыки контраварейки машина совершенно не слушалась руля и норовила поехать куда колья ведет а не куда я направляю при этом ход местами 150 километров в час и лежащие в брустверах другие участники уверенности совсем не добавляли зато у лёхи уверенности появилась больше и он стал меня сильнее даже агрессивнее подгонять благодаря ему получилось нарастить темп и езда теперь выглядела более спортивный и даже слегка гоночный все был финиш спасибо класс а потом настала ночь и нужно было ехать ехать быстро и не паниковать но думаю потому как светились от страха мои глаза в ночи все все поняли но оказалось это легче чем днем дорогу то видно значительно лучше в свете прожектора она не сливается в единое белое полотно как днем и можно разглядеть каждую неровность и подготовиться а за поворотом ты что днем что ночью ничего не видишь и нужно ехать по стенограмме так что я расслабился ускорился начал получать наконец-то удовольствие от процесса и даже себя похвалил несколько раз в рацию 150 левый 2 на трамплин времена тоже у нашего экипажа стали приемлемые мы ехали уверенно в середине таблички заделом на ускорение и отрывом от преследователей также продолжали встречаться ребята в брустверах которые напоминали мне что бывает если излишне поверить в себя следующий ночной дом проехал уже как дома и по гоночному начал не бояться дороги а получать от нее удовольствие наконец-то а еще с непривычки очень сбивают с настроя зрители на раллийном сленге они называются овощи они возникают из ниоткуда большими толпами стоят чуть ли не на дороге в ночное время слепят вспышками и зажигают в голове флешбеки из ралли восьмидесятых где бесстрашные ролисты неслись по живому коридору из еще более бесстрашных зрителей иногда правда кого-то цепляя периодически с неприятными последствиями безопасность со временем конечно стало лучше но даже на нашем этапе один из участников крепко улетел в толпу никого не задев но разломав бедолагам мангал пикник на природе у них был явно подпорчен во второй день нам предстояло проехать восемь спецучастков это в два раза больше чем в первый день а я за 4 упахался почти до потери пульса поэтому настрой был ехать стабильно быстро слушать стенограмму и верить ей а в этом у меня начал появляться прогресс потому что до этого я половину поворотов все равно ехал или глазами или какой-то внутренней чуйкой спецучастки же попались как на подбор мало того что красивые так еще и супер сложные узкие сильной колейности и местами до неприличия быстро а еще впереди нас на колине в другом классе ехал экипаж никита шиков степан земцев шиков фроле земцев штурман экипаж самоубийц подумал я сначала но они как-то сообразили как писать стенограмму ехали по них очень продолжительное время и причем очень быстро до тех пор пока мы их не встретили как-то раз на трассе задницы кверху причем убрались они перед самым финишем спецучастков а жаль ехали классно и могли бы претендовать на высокое место мы же мчали дальше дрифтили где могли перед зрителями и в этот раз без последствий и сокращали отрыв от впереди идущих экипажей в итоге наша слаженная работа с алексеем надежная и управляемая машина а также мой консерватизм в агрессии и иногда проскакивающая точность и скорость позволили нам финишировать на третьем месте в кубке республики карелия в региональном зачете спасибо российскому промоутеру ралли асмг и раллийной команде мр моторспорт за возможность выезда и поддержку а алексею башмакову за мою скорость и отличные подсказки я теперь на собственной шкуре убедился что ралли вершина автоспорта сложная высокоинтеллектуальная дисциплина которая требует от тебя кольцевых дрифтовых контраварийных навыков при этом задействует твой мозг на полную катушку заставляет решать сотни задач в минуту и молниеносно принимать иногда жизненно важные решения а еще это очень красиво ведь ты постоянно проводишь время на природе а у нас в россии она просто потрясающе надеюсь обязательно еще оказаться тут и как бы страшно не было очень уж цепляет а а а а Шесть. Пять. Четыре. Три. Две. Одна. Старт. Сто. Сто. Трамплин сто тридцать. Левый два очень длинный ходом по следам. На трамплин вниз. Триста. Прямо газ. Триста. Прямо. Правый ноль через трамплин восемьдесят. Трамплин сто двадцать. Левый три длинный через трамплин. Чуть сместись. Плюс трамплин 150. Внимание. Правый один через трамплин 80. Правый два круто. За трамплин чуть длинный. Левый. И внутрь. Пошел. 150. Левый два на трамплин. Следы. И правый один через трамплин вниз. На левый один круто 50. Трамплин в правый два ходом 80. Следы. Трамплин 50. Левый один круто длинный ходом. 100. Газу на газу. Левый один круто длинный на трамплин. Держать. 80. На газу. Правый два через трамплин. Правый два через трамплин. И правый один круто через трамплин, 50. Трамплин 30, левый один чуть длинный через трамплин, 60, ходом, ходом. Трамплин 30, правый один круто через трамплин, узко, здесь поспокойней. И трамплин 100, пошел. Правый один через подбросы. И трамплин 150. Опасное место. Левый 3, в 3 круто держать. Здесь внутри остаться нужно будет. Внутрь, внутрь, внутрь. На правый 2, через трамплин длинный. Разобрались, ладно. Правый один круто длинный, смело. На трамплин. 30, трамплин на левый один ходом, 150. Ходом 150 прямо. Левый 0 еще 100. Правый один круто через трамплин. В один круто длинный. И в газ. Держи на газу. Один круто длинный. 70. Левый один через трамплин ходом, 100. Правый один очень-очень длинный ходом. Потом 50. Правый один круто длинный. 120. Левый два круто. На трамплин. Пуска входишь. В правый один круто длинный. Вижу. В правый два через трамплин. Сейчас будет правый два через трамплин. И трамплин 60. Подброс левый 3. О, здрасте. Едем, едем, едем. Да, красно. Едем. Вот он подброс газ. Есть. Все, был финиш. С успочином. Спасибо. Хорошо, кстати, так, ну, вот этот темпик раскатной, единички, естественно, тебе ссыкатно, ты прикрываешься, потому что глазами кажется, что круче. Да. Но по факту там надо верить в эти единички, поэтому я тебе буду где-то ходом говорить, просто чтобы... Да, 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 говори, это сильно помогает, потому что я глазам чуть-чуть не верю. Ну, точнее, я верю глазам, а не тому, что происходит. Ну, очко не верят. В очко не верят. Ну, так мягонько в целом везде проехали. Да, да, я думаю, что время такое будет, ну, среднее, нормальное.